Сезон 3 уже в игре. Новый союзник, бродяжник Шторм и куча других наград и новых нововведений. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем. И это Dawn of Zombie Survival, а проще говоря, DOS. Сезон 3, посвященный вольному братству, уже стартанул. И главная награда это вот этот красавчик. Напомню тебе, да, конечно, с пропуском повеселей, но, 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 можно его получить и без пропуска. Капец, да? Классный мутина! Ну, ёлы-палы, ну, конечно, классный. Шторм в хороших отношениях с артелями братства. Здесь можно посмотреть историю этого бродяжника, да? Кто он? Что он? Почему он? Типа урона Огонечек. Это хорошо. В течение 10 секунд 200 урон по прямой, поджигая врагов. Прожигающий заряд. Опыт Выживальщику. Уменьшает получаемый урон в аномальных зонах. Блин, тоже хороший скилл, причем пассивка. Снижает расход энергии союзников в команде. Тоже хороший скилл, причем он лидер пачки, да? Гроза горелых. Увеличивает урон по горелым. Вот так просто тупо увеличивает урон по горелым. Ну, короче, этот мужчина очень даже сгодится в ВВВ. В Хозмагии. Да и вообще везде. Везде он сгодится, да? Хорош, хорош парень вообще. А что по остальным наградам? Давай посмотрим сразу лучшие. У нас, значит, рюкзак братства. Периодический урон огнем. Ну, как раз под шторма, да? У нас вот такой скинчик. ГП-12 противогаз. Библиотекарь. Рюкзачок в самом конце. Кучи, 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 кучи всяких наград. И в бесплатном пропуске тоже. В финале у нас вот такой ящик. Детали транспорта, фрагменты и снаряжение. Да, это прикольно. Первый раз дали вот именно такой чемодан. То есть в нем для твоего мотоцикла запчасти. Это круто. Это круто. Их, конечно, можно и без третьего сезона было, можно было собрать. Но это жесть вообще. Это самая сложная сборка в дозе, да? И сейчас как бы ты можешь облегчить себе эту сборочку. Че надо делать? Все как обычно. Просто бомби и готов был, да? А что еще новенького завезли нам в разработчики с этим обновлением? Стол архитектора. Заберите стол из хранилища и установи его в убежище. Используй стол для постройки декоров и нового помощника убежища. Верного друга. Какая грязь. Нам давно уже его анонсировали, показывали. Стол архитектора. Собакин. А че делает-то Собакин? Этот питомец поможет вам с поиском редких ресурсов в опасных местах. И скрасит ваши будни в убежище. Вот так вот. Загадочный подвал Алифа. Да, и че, и че, и че этот стол архитектора дает? Слушай, это прикольно. То есть здесь все вообще какие были декоры в дозе, да? Соответственно, доступен во время особого события. Так, ну че, если появится подвал, пойдем, да, за этой Алифой. Блин, слушай, мне кажется, это вообще просто огонь. Че еще нового? Верстак могильщиков. Казалось бы, такая мелочь. Но слушай, как же это удобно, а? Верстак на стоянке могильщиков больше нельзя использовать. Теперь вы можете поместить его в убежище. Ёлы-палы. Забери его из хранилища. Все у тебя в почте. Вот он красавчик стоит. Вот так вот. И че, и че? Блин, грамилыч. Красавчик. Нормально, да? Ё-моё, ну это, это очень круто. Раньше мы пользовались им как? Раз в сутки 100% локация появляется на 30 минут, да? Надо запоминать рецепты, ттт, время ограничено. Короче, теперь забыли про это. Теперь у нас просто он стоит дома. Это очень круто. И тот же самый покров и рзули, да? Берем и крафтим. Да, он у меня всего лишь 2-го левела. Если резон его грейдить, ну конечно есть. Это очень жесткая штука. Почему? Да потому что вот в самом конце душегуб великого змея этот ствол разносит всех и вся. Я уж молчу. Алтарь Шанго, да? Дает пассивную способность гнев Шанго. Ваши атаки с шансом 35% могут парализовать врагов электричеством и сделать уязвимей к любому урону на 3 секунды. Короче, дичь. Не много ли новостей? Ёлпалы, это еще не все. Теперь зачищать забытое кладбище будет проще. При этом вы будете получать больше ресурсов для создания брони и оружия могильщиков. Исследуя кладбище в одиночку, нужно убивать теперь только 2 хунганов сами. Раньше их было 4, да? Чтобы призвать их босса Бакора. Пройти можно локацию раз в сутки, если ты в соло. Если ты с друзьями, если вы в пачке, неограниченное количество раз можно проходить. Теперь на верстаке могильщиков можно изготовить АКМ слуг Дамбалы. Ёлпалы, это очень юзабельный автомат. Кроме того, мы изменили количество ресурсов, необходимое для создания оружия, брони и предметов могильщиков. Ну вот, тот самый АКМ слуг Дамбалы. Из говна и палок мы создаем один из лучших автоматов зеленых в игре. И он действительно очень юзабельный. И в ковчеге с ним можно бомбить, и в хозмаге, блин, да везде, короче. У меня не хватает кровь Дамбалы, это, собственно, по кладбищу бегаем, и будет нам эта кровь. Она очень изишно фармится. И на этом еще не все, ёлпалы. Заходим в скиллы, и что мы видим в боевке? Мастер скрытности. Увеличивает урон при стрельбе из винтовок в режиме скрытности. Блин, ну я не знаю. 10% плюс 30. Следующий скилл. А вот он, посмотри. Эксперт скрытности. Капец, да? Ха-ха. Слушай, это очень круто. Изменение режима скрытности. Оружие дальнего боя наносит противнику обычный урон при подкрадывании и повышенный на 30% больше из укрытия. Ну то есть теперь нельзя просто так, да, стелсить. Надо обязательно в укрытии быть. Обратите внимание, вы больше не сможете быстро выбежать из укрытия и атаковать врага. Теперь значительно усилено оружие ближнего боя. Это давно надо было сделать, потому что мы им практически не играли. Подкрадываясь к врагу со спины, вы нанесете утроенный урон. С некоторым оружием ближнего боя, первого-четвертого ранга, урон в 4 раза больше при подкрадывании, чем при обычной атаке. Ну и еще небольшое, но прикольное изменение. Теперь можно изменить расположение входа в подвал-убежище. Что это значит? Это значит вот этот вход в подвалищу можно передвинуть. Я его вообще куда угодно что ли влепить могу. Ну да, походу. Вообще нормально, да? Да, это кастоматизация, да? Обустройство жилища, слушай. Блин, ну мне кажется это очень круто. Также ежедневные задачи чуть-чуть подкорректированы. Потратить энергию союзника, раньше такого задания не было. Опа. А это что такое? Посмотрите довоенный ролик и заберите награду в гермоконтейнере института. Нифига себе. Ха-ха. Слушай, это классно. Это прикольная новая фишка. Прям заходишь сразу на локацию, да? Ну и пошла жара, да? Друзья, с вами был Харди. Ооо, вот это я понимаю зачет. Да, стелсик чуть-чуть подрезали, да, мягко говоря. Но добавили его в ближний бой. То есть мы не можем теперь как ненормальный отовсюду стелсик, да? Надо вот в такие укрытия садиться. Но ближний бой-то стал вообще лютейший. Практически не пользовались им. А, видишь, что и не вылетаем, да, как ненормальный из кустов? Блин, мне нравится. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, Нару, Тубе, Яндекс, Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Твич, Трова и Ютуб. Удачного тебе сезона номер 3. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok